здравствуйте мы продолжаем наши разговоры на политической кухне мы сидим напоминаю в мебельном магазине в мебельном салоне нольте напоминаю еще что это совместный проект сайта слухи и по и факты и кабельного оператора интерком тел сегодня я алексей мошкевич редактор журнала тысячи экземпляров принимаю на этой кухне у себя в гостях вице-губернатора ивановской области виктора смирнова который также сейчас является кандидатом в депутаты областной думы ну естественно от партии единой россии тут вариантов нет здравствуйте виктор владимир вексе виктор владимир ну выборы моста им на сладкое а сначала поговорим о реформе о продолжающейся реформе правительства вот у меня сложил складывается последнее время такая такое ощущение что у этой реформы нет какой-то конечной цели что происходит некое такое затыкание дыр в горячем режиме проштрафился чужбинкин там уберем департамент я не знаю уволился степанов надо срочно туда кого-то опять же поставить соответствует этой действительности ну во первых я не соглашусь с вами что править в правительстве происходит какая-то реформа таких политических задач губернатор ивановской области которые в соответствии с правом и направляет деятельность правительства является председателем правительства не ставил при вступлении должность на второй срок михаил александрович определил что будет идти тонко настройка механизмов государственного управления то есть существует конструкция эта конструкция соответствует действующему федеральному законодательству а тонкая настройка которая состоит в том числе и в кадровых решениях она будет осуществляться перманентно с моей точки зрения это абсолютно нормально для любой системы управления в том числе и для системы управления области значит что касается тех перемещений о которых вы сказали ну во первых их осуществляет высшее должностное лицо губернатора ивановской области михаил александрович мини у него есть свое видение деятельности каждого чиновника в том числе и руководителей осуществляющих руководство тем или иными департаментами у губернатора есть видение задач которые перед областью стоят и соответственно под эти задачи которые он для себя сам формирует под с учетом тех оценок которые он делает изучая отчеты департаментов общаясь руководителем федеральных органов исполнителя власти которые дают оценку тем или иным органам исполнителя власти ивановской области и принимается кадровое решение значит что касается департамента имущества андрей валерий степанов пришел с этим заявлением ко мне он объявил мотивировал его тем что есть семейные планы есть личные планы и поэтому он намерен покинуть государственную службу это никак не связано там с какими-то претензиями к его деятельности или проколами как это принято говорить в около политических кругах слухов много но суть сводится к одному андрей валерьевич попросился отпустить его с государственной службы потому что ну посчитал что он выработался здесь и найдет себя найдет себе применение на другом поприще естественно образовалась вакансия возникает необходимость произвести назначение поэтому все назначения последнего времени они абсолютно не мотивированы какими-то политическими причинами это другой вопрос почему вот в этой тонкой настройке практически не встречается новых фамилий то есть одни и те же люди занимают разные места уже много времени вот одна и та же корова колода тасуется опять с вами нет скамейки за поле ксей опять с вами не соглашусь но давайте посмотрим с вами вот из тех назначений которое состоялось смотрите фактически на государственную гражданскую службу из четырех назначенцев трое пришли впервые но дурно не в обоими властные то есть они все равно вот были вашими людьми только работали там выпала в другой командировки были я могу сказать только что с моей точки зрения губернатор абсолютно прав когда производит назначение из числа тех людей которые себя уже проявили я не знаю разумно ли было бы назначать на крайне важные ответственные участки работы людей которые вообще что называется не нюхали пороху хорошо тогда задам конкретный вопрос вот новый руководитель департамент экономики стала оксана баронина человек практически всю свою сознательную жизнь проработавший риэлтором продающий квартиры и какое-то время у чужбинкина поработала вот вы считаете что это достаточная компетенция для того чтобы определять вектор экономической политики в регионе значит ситуация такая во первых вектор экономической политики определяет губернатор и правительства это раз во вторых к департамент экономического развития и торговли является важным органом государственной власти но входит в комплекс областного управления которым руководит павел алексеевич коньков и собственно говоря здесь ничего не меняется поэтому оксана борисовна баранина назначена в качестве менеджера менеджера который себя успешно зарекомендовал на государственной службе поскольку она выполняла функции начальника то есть замещала должность начальника управления координации другого комплекса областного управления себя положительно зарекомендовала именно как менеджер умеющая организовать взаимодействие между органами государственной власти и аппаратом правительства между органами исполнительной власти ивановской области и органами исполнительной власти российской федерации поэтому принимая человек с добротным хорошим базовым экономическим образованием более того человек который участвовал в разработке трех государственных программ потому что это относилось к ее компетенции обладающая опытом кадровой работы на государственной службы поскольку руководила управлением координации что уникальный человек и как получилось что они никто не слышал все еще раз говорю я не могу здесь но что называется писать картины маслом пастелью я говорю о тех объективных обстоятельствах которые губернатором учитывались потому что губернатор конечно к эти решения принимают сам но он их обсуждает он советуется и я честно говоря в плане оксана борисовна могу только сказать одно я вот ну чуть больше года работы руководителем аппарата правительства из всех начальников управления координации с кем я работал это было если не самый эффективный с моей точки зрения как руководителя аппарата то один из самых эффективных просто ходят вот такие шушу в среде там чиновников правительстве что давлетову поменяли из-за того что она отказалась приукрашивать показатели в конечном итоге которые подаются наверх там некие экономические а что новый руководитель она так вот как вы говорите крепкий аппаратчик и будет выдавать сначала надо алексей но здесь я не знаю какие шушу ходят честно говоря потому что меня честно говоря еще и слушать и слухи времени просто нет но значит мы должны с вами вы лучше меня знаете что в основу показателей оценки деятельности принимаются статистические показатели статистика орган независимый мы даже при всем нашем желании мы не можем влиять на те показатели которые формируют органы государственной статистики вашими устами я в этом говорю понимаете мне тоже зачастую непонятно я не согласен с определенными показателями которые статистика выдает на гора потому что я понимаю что это цифра от лукавого ну например если речь идет о показателях энергоэффективности в деятельности муниципалитетов когда считает у нас потребление киловатт-часов электроэнергии то получается что у нас шуя чуть ли не со свечами живет а в верхнем ландихе можно подумать что работают какие-то крупные предприятия но это те цифры которые государственная статистика защищает поэтому исходя из этого мы давайте тогда от экономики к политике вот в результате последних кадровых решений в правительстве так получилось что департамент внутренней политики остался практически голым там судебор ушел со связей со сми ключерев вот написал заявление буквально только что и возглавит муниципалитет да игорь школьников говорят пользуется большой нелюбовью сергей александрович пахомова вот выживет ли в результате вот этой тонкой настройки департамента как вы думаете я свою позицию относительно департамента внутренней политики высказал ну полгода наверное назад когда кто-то из журналистов уже не помню кто спросил меня вообще не после нет ли намерений после ухода максима борисовича полякова из правительства вообще этот орган ликвидировать значит я тогда сказал что позиция губернатора ивановской области четко и ясно должен быть специальный орган исполнительной власти которые осуществляют взаимодействие с муниципалитетами и осуществлять взаимодействие со средствами массовой информации это должен быть самостоятельный орган то есть он останется поэтому он был есть и будет до той поры пока губернатор я думаю альберт короленко сейчас вдохнул спокойно вот по моей информации на недавнем совещании региональных ночфинов центрального федерального округа которая проходила в москве все они в один голос говорили о том что институт глав городов которые вот ввели совсем недавно не принес ничего практически в управление кроме громадных раздувшихся расходов из бюджета вот как вы думаете этот институт в конце концов будет отменен или нет ближайшее время значит ну я не могу думать за государственную думу вопрос что называется не по окладу дума 450 депутатов они пусть думают и почему думаю ведь это зависит регион сам выбирает нет ситуация следующая значит мы знаем что 7 мая 2012 года президента было подписан ряд указов определивших стратегию деятельности системы органов исполнительной власти и федеральных и исполнительных на среднесрочную перспективу на пять на шесть лет есть там были выписаны целевые показатели одним из указов касался механизм совершенствования государственного управления и в этом указе было дано поручение правительству подготовить предложение по внесению изменений федеральный закон об общих принципах организации местного самоуправления в российской федерации уже в июне или в июле 2012 года председатель профильного комитета по местному самоуправлению государственные думы виктор борисович кедяев делал заявление о том что проект с правительством подготовлен и в думе он прошел нулевое чтение то есть депутатами согласована концепция закона проекта в чем она состояла она состояла в том что в каждом муниципалитете на прямых выборах должны выбираться два должностных лица два должностных лица глава муниципального образования и глава администрации при этом сами муниципалитеты могут решать будет ли будет ли избираемый населением глава муниципалитета руководить представительным органом или он будет руководить исполнительным органом уже тогда в и губернатор и с учетом позиции губернатора я поясняли отвечали на вопросы муниципалитетов если такая норма в федеральном законе появится то мы естественно будем выступать за изменение сложившейся системы с тем чтобы в муниципалитете был один глава который является главой и является глава и руководит администрация да ну как не везде не везде так было но в большинстве даже было так да потому что пока так это еще не принято на сегодняшний день закон не прошел даже первое чтение поэтому любые разговоры прежде времени давайте то я все-таки к сладкому да к выборам мне недавно рассказали опять же такой слух такое шушу уж если прошло по шушу что в результате выборов должно сложиться такая картина вы идете председателем думы следующего созыва а сергей пахомов идет на ваше место которое вы ему грели все это время становится вице губернатором и говорят что вот то правительство которое сейчас формируется она как раз формируется под сергея александровича вот что вы скажете на счет ну я вам честно скажу я во первых такие шушу имеют место быть я подтверждаю потому что буквально сегодня этот вопрос мне задал руководителя регионального отделения политической партии справедливая россия павла вениаминович папка как успешно синхронный дерма поэтому да имеет место быть значит но яма отвечая на ваш вопрос три момента озвучу первый момент просто нет да нет то процентов и 200 процентов нет нет все тогда дальше вы возглавляете список единой россии в кинишме региональную региональную группу да вы паровоз а вот как ну провоз кавычка локомотив а вот как вы считаете не является ли это изначально враньем вот этой вот эти паровозы потому что все знают вот мы только скажешь вы никуда не пойдете не пойдет смирнов в дому он врет избирателям изначально регистрируясь в качестве лидера списка значит во первых лидером списка единой россии является губернатор регионального регионального списка я возглавляю в рамках этого списка региональную группу значит я вам честно скажу что когда мы планировали каким должен быть партийный список мы исходили из того что нужно приложить максимум усилий чтобы улучшить позиции единой россии они в тех муниципальных образованиях где наши позиции были хуже среднеобластных позиции в кинишме были такие поэтому туда пошел вице губернатор значит то что касается обмана не обмана я нигде во встречах не скрываю что я пришел в региональную группу с одной единственной целью чтобы результаты политической партии единая россия были максимально высокими потому что губернатор вановской области возглавил список единой россии мы исходим из того что на этих выборах мы формируем конструкцию которая будет обеспечивать стабильность системы и успешность развития региона следующие пять лет не в радио такое легкое лукавство но алексеев разные лиц и оправдывает средств и я исхожу из того что то что сделала политическая партия единая россия точно соответствует законодательству и мы используем партии единая россия его сама законодательстве формирует а другой вопрос вот вы говорите я пришел укреплять список в кинишму прессе и партии позиции партии все равно позиции партии а вот едешь покинешь там кто угодно на билбордах только не смирнов вы как-то из засады укрепляется я всегда исхожу из того что во первых избиратели голосуют на выборах двумя бюллетенями и бюллетень который получает по одномандатному округу они видят конечно фамилию кандидатов одномандатников поэтому осуществляя руководство штабом предвыборным штабом единой россии в кинишме мы исходили из того что в первую очередь мы конечно должны позиционировать и презентовать кандидата одномандатника виктора владимировича команда второе то что касается политической партии я глубоко убежден что мой рейтинг даже рядом не стоит с рейтингом губернатора поэтому в практических целях гораздо выгоднее позиционировать единую россию как силу на которой опираются губернатор ивановской области и работать не с портретами вице-губернатора а работать с программой губернатора доказывая состоятельность нашей деятельности практическими делами вот исходя я понял да ну вот у меня такое ощущение вот как у человека наблюдающего за компанией что в кинишме вот у единой россии земля буквально из-под ног уходит причем не только фигурально смысле и только фигурально буквально у вас там дороги разъезжаются которые явно были единой россии городу подарены да как то вот все ну это метафора все но у вас там на самом деле два таких вот сильных оппонента назаров и соломатин кто из них опаснее для единой россии ну во первых у меня там оппонентов нет у вас у единой россии я полагаю что позиции единой россии в городском округе кинишма достаточно прочны и мы в любом случае в любом случае являемся политической партией номер один у меня нет сомнений вот ни минуты я не сомневаюсь и это не хвастовство какое-то это результат социологического анализа что единая россия среди парламентских политических партий будет номером один в кинишме в кинишме есть а по одномандатникам вот что касается одномандатников то ситуация такая опять-таки мы исходим из того что политическая партия единая россия выдвинула достойного кандидата кинишемца заслуженного дорожника человека который всю жизнь прожил в городе и знаком с проблемами города человека как играет то уж так получилось я и скажу я и скажу из следующего что кандидат поддержанный единой россии обязательно на выборах победит был сильную сильную сильно 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 а то что вот марионеточные лдпр овцы целый сиротким во главе с целым жириновским приезжают в кинишму и практически работает против тех же сломать она с назаровым это нормально вот так вот алексей но я могу сказать только одно что а вы думаете что как бы на федеральном уровне владимир вольф и жириновский сотрудничает с коммунистами лиц михайловичем прохоров отличный ответ ну как бы о чем говорить это позиция лдпр они против этих политических партий из-за единой россии значит насчет единой россии я не слышал чтобы лдпр где-то агитировали за кого-то из единороссов или высказывали слова поддержки самостоятельная программа самостоятельно работают собственно говоря не молча это делают спасибо виктор владель это все напомню что у нас в гостях сегодня был лиц губернатор ивановской области кандидат депутаты областной думы 6 созыва который только сказал что он депутатом быть не хочет виктор владимир спасибо до свидания я с вами прощаюсь до свидания дорогие зрители а виктор владимир сейчас программе в рубрике по скриптам еще я надеюсь что нибудь интересного нам расскажет кухни нольте настоящее немецкое качество и функциональность только для вас эксклюзивно в нольте кюхен улица октябрьская 12 самое простое что я хочу сказать по итогам программы вообще по теме правительства ивановской области работает работает системно у нас есть программа деятельности у нас есть лидер я уверен что эту программу деятельности поддержат избиратели 8 сентября у нас есть выиграл и у и и и Продолжение следует...